Приветствую вас. Мне кажется, что вы немножечко категорично воспринимаете то, что мы пытаемся вам сказать. То есть категорично и я бы сказал не совсем верно. Вы абсолютно правы по поводу возраста. Вы абсолютно правы по поводу того, что в возрасте сорока лет, редко, когда бывает так, что люди, ну, полностью чувствуются. Чисты, да, что у них нет, ну, как вы говорите, в общем, нет никакого прошлого у людей. Вот. А вы правы. В этом вы правы. Ну, это одно но на эту ситуацию. И это но, но заключается в том, что должны быть границы. То есть, то, что нет завершенных отношений, да, это все так, все верно, не могут быть отношения, значит, ну, то, что были какие-то отношения, это не может не влиять на людей. Все верно, все правильно, но это совсем не то же самое, одно дело, когда отношения были, например, когда отношения были и они закончились, они завершились, да. У них, ну, они, они, как-то вот, значит, свои, ну, они не ищили себя в привычном смысле слова, да, они себя не ищили. Но они завершились, но они завершились, они завершились, и они завершились хорошо, понимаете? То есть, как бы, человек, человек, он в этом смысле может двигаться дальше, может двигаться вперед. Понимаете? А ваш, товарищ, ваш мужчина, он вперед, именно вперед, двигаться не может, у него нет, у него нет сил, у него нет желания двигаться вперед. Он как будто бы застрял в этих отношениях. Понимаете? Какая штука. И именно потому, что он застрял в этих отношениях. То, что происходит бесперспективно, пока он в этих отношениях именно застрял, о чем вам хорошо сказала моя коллега Марина Говликова, да. То есть, это очень важная история, чтобы мужчина именно застрял в отношениях. Дальше. Вы сами можете его поддерживать. И вам этого хочется. Если вы считаете, что мужчина может, что мужчина нуждается в том, чтобы вы его поддерживали, и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете его поддерживать на здоровье, поддерживайте его. Но поддерживая, не надеетесь на построение отношений, поддерживая, не надеетесь на то, что ваши отношения будут какими-то вот, скажем так, здоровыми. Почему они не будут здоровыми? Потому что, когда я поддерживаю, например, тебя, я не могу в этот момент быть тебе равным. Если я не могу быть равным, то я не могу устраивать отношения, к сожалению. Понимаете? Вот в этом и заключается основная, как бы, тонкость, да. В этом и заключается, как бы, основной момент, основная проблема. Чтобы поддерживать, то вы можете поддерживать в этом, как бы, никаких препятствий нет. В том, что вы поддерживаете человека, но поддерживая, нельзя быть для него именно женщиной. Потому что женщина, женщина, это все-таки не психотерапевт. Опять же, как вам сказали мои коллеги, ну, Марина Голикова и кто-то еще, кто-то еще. То есть, у вас есть, условно говоря, да, у вас есть смещение границ. То есть, вы смещаете границы, вы, они у вас накладываются. Вы смешиваете то, что смешивается, ну, не должно смешиваться, в принципе. Вот. Поэтому, что-то, основная проблема. Понимаете? То есть, и про возраст, да, и про влияние возраста на отношения. Вы правы. Вот. Это действительно так. Только с поправкой на то, что отношения должны быть завершены обязательно. То есть, если отношения не завершены, то это скорее ненормально, чем нормально. Вот. То есть, да, у всех есть отношения, все правильно, все верно, но отношения должны быть завершены. Вот. Значит, поддерживать человека вы можете, если вам этого хочется, вы можете его поддерживать совершенно спокойно. Но поддерживая его, вы не можете рассчитывать на то, что это будут именно здоровые отношения. Понимаете? То есть, условно говоря, речь идет именно о разграничениях. То есть, мы говорим о том, чтобы разграничить несколько, вот, значит, важных аспектов, несколько важных моментов, которые, ну, у вас разграничить не получается, ну, в силу, в силу ряда причин. Вот. Дальше. Значит, эм, так. Я писал, и вы назвали, это моя главная ошибка, что в первом отношении с мужчиной, у которого в сердце теплились чувства к бывшей. Вот. Значит, да. Нам были сорока лет, у каждого в сердце есть отпечаток прошлого отношения, какие-то свои представления о подходящем партнёре. О своерении и переживании. Знаете, эм, отпечаток прошлых отношений, вот, вот, отпечаток прошлых отношений, да, именно отпечаток, он, конечно же, может быть. Это, я говорю, какой-то опыт, который вы, например, эм, ну, вынесли, да, какой-то опыт, опыт отношений каких-то. Опыт, опыт, это нормально. Опыт, это хорошо. Опыт, это то, с чем можно работать. Опыт, если мы говорим именно про опыт. Почему? Потому что опыт, это то, что, эм, естественно. То есть, абсолютно естественно, что у человека, в результате, эм, каких-то отношений, возникает, ну, какой-то опыт. Да? Это нормально. Дальше. Представление о подходящем партнёре. Тоже верно. Вот. Тоже верно. Представление о подходящем партнёре есть указываемое. Тоже верно. И, очень важно, чтобы эти представления, да, чтобы это представление о подходящем партнёре, чтобы они, ну, условно говоря, совпадали, совпадали с реальным человеком, или вы начали бы соответствовать этому самому представлению о партнёре. То есть, эм, опять же, всё правильно говорить. Только никакой, снова, эм, субъективной, условно говоря, эм, значит, субъективной стороны вопроса. Именно субъективной стороны вопроса. То есть, эм, что зависит от меня. Вы не даёте. Это очень важно. Далее. Свои раны и переживания. Раны и переживания, это уже неестественно. Помните, помните, пожалуйста. Раны и переживания, это уже неестественно. Почему неестественно. Потому что, раны, это то, что травмирует. Травму необходимо прорабатывать, эм, значит, с психологом, да. Никуда, эм, не, не, не деться. Потому что, ну, эм, как по-другому. То есть, нельзя, эм, вот, эм, если есть какие-то переживания, да. Если есть травма, то, соответственно, эм, работать нужно эм, с психологом, от этого, эм, никуда, эм, не, не деться. Равно, как и с переживанием. Потому что, и раны и переживания, это исключительно субъективная история, но которая влияет на объективный мир и на других людей. И, если я, если я, эм, к примеру, допустим, эм, ну, допустим, если я уважаю, да, вот, если я уважаю, эм, эм, своего партнера, да, то буду ли я, буду ли я, эм, если я уважаю своего партнера, эм, значит, позволять себе на него влиять негативно-негативно. То есть, вот мужчина, зная, что у него есть какие-то переживания, да, зная, что он не может дать вам того, что, эм, ну, того, чем он дается, и что хочет, и на что имеет право, эм, нормальная женщина. Зная это, все равно вступает с вами в отношениях. Зная это, человек все равно вступает с вами в отношениях. Вот это уже не нормально. Значит, человек нарушает здесь, как бы, как бы нарушает, да, личные, личные границы. Вот, к сожалению, к сожалению, он нарушает личные границы. Вот это не приемлемо. Вот этого быть не должно. Раны и переживания, это, еще раз повторяю, это болезнь. Ну, что, нужно мыслить, что, да, все абсолютно пустое сердце, нет ни у кого к такому возрасту. Но это вы, опять же, судите по себе, да. То есть, что значит пустое сердце? Что значит пустое сердце? Пустое сердце, это, как бы, подразумевает то, что, ээээ... К 40-ка годам никого не осталось, кого бы мы любили, возможно. Так, а что это за любовь? Что это за любовь? Так, а если она не находит, значит, никакого выхода. То есть, если она не взаимна, это, как правило, не здоровая любовь. Если она не взаимна. В редких случаях, не взаимная любовь, эээ, может, может человека, эээ, действительно удовлетворить, да, но, эээ, в таком случае, опять же, эээ, такой человек, эээ, не будет вступать в, ээээ, другие отношения. Вот. Потому что он знает, что он любит, и если он любит, он, эээ, не будет, эээ, давать ложную надежду и мучить, ээээ, ну, с того, и вот в данном случае, в данном случае, что, эээ, с кем, с кем, ну, с кем он, вот, собственно, ээээ, ну, вступает в отношения. Понимаете? То есть, опять же, здесь вы, в некотором смысле, хитрите, говоря о том, что нет пустого сердца. Ибо, пустое сердце, пустое сердце, это метафора, это красивое слово, но, эээ, какой смысл этого, чем смысл этого? Согласитесь, это, эээ, довольно важная история. Кроме того, опять же, вы, эээ, можете судить по себе, да, но, эээ, это может быть у вас. А то, может быть, для вас оправданным, типа, что я буду ждать мужчину, который будет абсолютно чист и свободен, да, лучше я вот, ну, как бы реально вот есть человек, да, который вот он, там, грубо говоря, ну, грубо говоря, болеет. Ну, вот, там, скажем, скажем, незаимностью, да, вот он болеет. И вот я воспользуюсь этой незаимностью и, соответственно, буду лучше, лучше так, да, чем быть одной. Так, вопрос к вам, как вы относитесь, эээ, потому что вы одна? Правда? Вопрос к вам, а, что, а вы, что, вот вы, там, допустим, спрашиваете с одиночества, а вам, что, вам, вас не гостит одиночество? А сами вы считаете себя достойнее того, чтобы быть не единственной женщиной в отношениях с мужчиной, который даже не хочет ничего делать для того, чтобы ситуация изменилась? Знаете? Что-то у него может быть не пустое средство. Он может не думать еще о своей бывшей женщине. Но за вас, как за новую, например, женщину, свою, человек должен нести ответственность. Знаете? Какая штука. Дальше. Так, эээ, естественно, у каждого есть бывшие, у кого-то больше, у кого-то меньше, запавшие, у запавшие в душ. Ну так, если бывшие запали в душ, нужно, сперва, отлучить отношения с ними с помощью психолога, уже потом, уже потом выстраивать отношения. Вы, вы так не считаете, вы считаете, как-то по-другому должно быть? То есть, что вы хотите сказать? Вы просто, знаете, как, такие общеизвестные, общеизвестные вещи сейчас говорите, да? Вот. По факту. Вот. Вы просто по факту сейчас говорите вещи, которые, ну, известны всем и каждым. В какой цели? Дальше. Мы для того не вступаем новые отношения, чтобы построить новое, лучшее. Нет. Нет. Мы вступаем в отношения для того, чтобы построить новое. Мы вступаем в отношения для того, я имею ввиду, здоровые отношения. Здорово. Мы вступаем в здоровые отношения для того, чтобы сделать человека счастливым. Счастливым. О. Понимаете? Какая, какая штука. Чтобы сделать человека счастливым, мы вступаем в отношения. А строить, когда вы говорите строить что-то новое. Строим-то мы для кого? Вот вы думаете, для кого мы строим? Для себя. Нам нужно построить что-то. Нам это необходимо. Нам, нам, нам. Нам это необходимо. Нам необходимо построить что-то. что-то, чего нам не хватает, не все сразу просто дают о себе смарт, но для каждому человеку нужно разобраться со своим взрослым самому, потому что прошло – это его ответственность, и прошло – это, по большому счету, превалирование и проектов, превалирование «я должен», «чувство вины», нельзя в один момент добыть прошлые отношения, особенно, если ты забыла совместную жизнь. Нельзя, конечно, нельзя, в один момент нельзя, на этом требуется время и работа с психологом. Но пока ты не забыл прошлую жизнь и прошлые отношения, нельзя спать новые. Слушайте, пожалуйста, как быть, если мужчинам нравится и любят, если я вкладываю в отношения все любовь? Нравится чем? Любка! Что значит «люб»? Что вы вкладываете? Вот вы пишете, если я вкладываю в отношения все любовь, то вы понимаете при любовь. Если я хочу, я хочу стать для него новым и лучше. Да нельзя стать новым и лучше. Нельзя. Потому что это сравнение. Вы можете стать для него собой. Понимаете? То, что вы написали, это все оправдание тому, что вы не хотите от него отступаться. Почему вы не хотите от него отступать? Потому что не хотите терять его. Вы банально, банально не хотите его терять. И, собственно говоря, все. Вы просто не хотите терять человека. Поэтому все, что вы пишете, это вот, значит, интеллектуализация. Психология. Психология это называется интеллектуализация. Когда человек, упорствуя в своем деструктивном поведении, пытается объяснить его. Вот вы пытаетесь объяснить свое деструктивное поведение. Вы рационализируете и интеллектуализируете. Вот. И является чем-то хорошим? Для вас? Нет. Кроме того, что вас оставляют в той же позиции, в какой вы и были. Так, эээ, значит, цитата для него лучше, новым и лучше. Верона старая не вернуть. А это кто решает? Вы или он что старая не вернуть? Неужели мне отказаться от этого только потому, что он не может так быстро забыть бывшего? Вот именно, вот именно и именно. Речь идет об этом. Неужели мне отказаться? Неужели мне отказаться, говорите вы? Неужели мне отказаться? Речь вот об этом. Мне отказаться? Но когда человек любит, он не отказывается. Понимаете? Когда человек любит, он не отказывается. Когда человек любит, он отпускает. И для него это как бы нормально. Понимаете? Понимаете? А вы говорите про отказ. Отказ это отрывание чего-то от себя с болью и так далее, да? Правильно ведь? Нет, это не про любовь вы говорите. Вы говорите про себя, вы говорите про то, что вам нужно. Ааа, так, сегодня исчезли мне на поддержку. Поддержку можете дать? Дать поддержку, что не есть отношения. Брось, всё, отказаться от своей любви. Своих чувств будет идти в одиночестве, зато только самостоятельно. Ну, во-первых, во-первых, почему сидеть в одиночестве? Для меня как-то, как-то вот загадка такая небольшая. Ааа, почему, почему сидеть в одиночестве? Ааа, что, ааа, что, ааа, что, ааа, Других, мудруно других мужчин нет? Ааа, что вы в одиночестве сидите? Ну, предполагается сидеть в одиночестве. То есть, вот, мне почему-то, ааа, кажется, что вы, как-то вот здесь, слишком гипербелизируете. Ааа. Дальше, м-м-м, так, бросить его отказаться от своей любви. Вы, вы не можете от любви отказаться, на самом деле. Вот, вы, вы не можете, не можете отказаться от любви. Потому что, любовь, она, как бы, либо есть, да, либо нет. И, если любовь есть, то вы от нее не отказываетесь. Ладно, не получится. Не в ваших, вообще, в всех силах это делать. Вот. Поэтому... Такая история. Вот. Видите, 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 какое, какое у вас, а, значит, подставление о любви. Видите, как вы ее, видите, как вы ее представляете, любовь. Свою-свою. Вот. Сейчас это, мне кажется, кажется, не совсем продуктивно. Понимаете? На этом все. Ааа... Я надеюсь, что... помог вам. Если... Вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если... Если... Сделает его лучше. Ага. Если у вас остались вопросы, пишите... В личку... Буду рад помочь. Ааа... Желаю вам... Всего самого доброго. И удач. Горуну. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...